Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут CryptoFrontman. Сегодня мы поговорим про биткоин, обстоятельно поговорим, затронем очень важные аспекты, карту ликвидации и поговорим про доминацию биткоина. Первое, с чего начнем, то, что на 4 часах у нас цена сбилась в кучу и формирует такой паттерн, как алмаз. Причем алмаз в классическом своем исполнении. Самое важное, чтобы его стороны были идеальны. Как правило, левая сторона всегда достаточно идеальна, а вот про правую, так сказать, нельзя, она немножко искорежит. Но самое важное, что на текущий момент он себя показывает очень правдоподобно. Из теории мы знаем, что пробиваем мы вниз в 70% случаев, вверх в 30% случаев. Так вот, и в том и в том случае вы, как зрители, могут заработать. Если мы пробиваем ретест движения вниз, то, соответственно, take profit мы переставляем в зону пробоя. И если теоретическая зона пробоя у нас будет в этом месте, то, опять же, потенциал мы можем расчетить в район 18 460. Если при этом всем нанести зону фибоначчи, дорогие друзья, от низа до макса, соответственно, мы с вами получаем тютелька в тютельку, но 786 по фибоначчи. То есть, потенциал данного алмаза. Но, а если потенциал переставить вверх, вот эти 30% вдруг, если отработают, то у нас потенциал будет равняться 21 500. Если будет пробой вверх, если будет пробой вниз, вы уже знаете потенциалы и вверх, и вниз. Это что касается патерна алмаза. Теперь же, обращаю ваше внимание на то, что я показывал уже с начала этой недели и взращивал, словно младенц, я об этом говорил. Симметричный треугольник, который формируется из медианок, нисходящего глобального и восходящего локального канала В. Соответственно, у нас получается 100% ограничение в рамках данного треугольника симметричного. Дорогие друзья, это то, что мы с вами имеем, собственно говоря. Цена расторговывается внутри его. Из теории мы знаем, что пробой вверх 50% и вниз 50%. Если цена будет продолжать расторговываться в этом симметричном треугольнике, о чем говорил, времени мало у медведей, я не знаю, о чем они думают, соответственно, движение будет продолжаться двигаться. И если предположить, что все-таки времени мало, а иксы сжимаются и пружины неизбежны, то, соответственно, пробой возможен, ну, например, 8 июля, предположим, или 9, неизвестно. И тогда у нас точки пробоя, переставляем потенциал, и у нас очень идеально происходит ограничение, о котором я, кстати, тоже ранее говорил, в этой точке. То есть, как раз-таки медиана глобально второго нисходящего канала. Пожалуйста, вот она, 18300. Возвращаемся к алмазу, переставляем потенциал, предполагаем зону пробоя, получаем 18450. То есть, 0,786 по Фибоначчи совпадает с медианой нисходящего глобального канала и потенциалом симметричного треугольника, и в то же время потенциалом алмаза. И тут же совпадение с 0,618 по Фибоначчи, то есть, 18500. То есть, плюс-минус. Все здесь. Но, но, но. Но, это не значит, что мы 100% вероятностью будем пробивать и лететь вниз. Это значит, если мы пробиваем вниз и алмаз, и треугольник, и идем вниз, потенциал у данных фигур матрешек равняется данной отметке, включая зону Фибоначчи. То есть, если у вас идет пробой, ретест, подтверждение, вы можете рассчитывать на данный потенциал. Но не значит, что вы до туда дойдете железобетонно. Это трейдинг, и он связан с вероятностями, рисками и возможностями. Теперь я включил экспоненциальные скользящие, и вы видите, дневной таймфрейм, 10 экспоненциальные скользящие. Мы ее давным-давно не пробивали. И тут у нас позавчерашним днем пробой. Соответственно, здесь у нас происходил ретест. Кстати, не совсем успешный, он достаточно слабый. И, соответственно, сегодняшний день, вот оно, подтверждение должно быть. Если цена достаточно бодрой свечой уйдет вверх, это будет означать, что мы отретестили 10 экспоненциальные скользящие, мы закрепились за ней. И как раз-таки вот этот момент, о котором мы говорили, потенциал алмаза и потенциал симметричного треугольника будут под вопросом. И как раз этот момент со скользящими я как раз-таки описывал в своем телеграм-канале. Поэтому обязательно посмотрите и подпишитесь, чтобы быть в курсе всех новостей. Кстати, в чате телеграм и канале телеграм я даю больше информации, и бывает информация, которая не входит в данные видео. Но опять же, это тут же, если пробивается и этот симметричный треугольник вверх, пробой, ретест, подтверждение, то потенциал мы будем переставлять туда. И мы с вами получим, естественно, максимум, который мы можем рассчитывать, 22 тысячи долларов за биткоин. Но не тут-то было ограничение-то наклонкой. Не хотите? И тогда горизонталь выставляем. И что мы получаем? Просто фееричное совпадение с той зоной, до куда мы доходили максималкой. То есть, как раз-таки, это тот максимум, который мы получили, 21 тысяча 850. Не хотите ли, дорогие друзья? Это, если происходит пробу вверх. Но тут же нужно пробивать Йома 20, тут же нужно пробивать 0,382 по Фибоначчи. Это очень-очень-очень сложно. Но в текущей ситуации, особенно исходя из понедельничного видео, которое я вам показывал, это не нереально, потому что у нас уже все готово для того, чтобы совершать локальный недельный, повторюсь, рост. Но эта неделя еще все-таки за медведями. И они могут сделать то, о чем мы говорили ранее. Найти свое новое второе дно, которое мы с вами обозначали 11-16 тысяч. Но в 11 тысяч при текущей информации я вообще сейчас не верю. Во всяком случае, без каких-то перезарядок и дальнейших расторговок, возможно, в будущем, через месяц, возможно. Но сейчас я в это не верю. 16 тысяч, 14, 515, вполне реально. Если подключить CPR линии и посмотреть на то, о чем мы сейчас говорим, еще раз повторюсь. У нас еще и ограничение, смотрите, CPR линии S1. То есть, где она? 21500. То есть, тот, что только что мы говорили. Мы нанесли вот эту горизонталь. Это, опять же, сопряжено все один к одному. И это все вернуло. Почему? Потому что у нас здесь блок сопротивления. И это все один к одному. То есть, 100% доказательство. Другого не дано. Это если вдруг совершится лонг. Но если мы говорим про падение вниз, то мы получаем S1 линии в районе 14300. Что, опять же, если провести горизонталь здесь и провести луч тут, то тут же мы с вами получаем новый блок 14500. То есть, все один к одному. То есть, вообще все верно. Еще раз. У меня на канале и в своем телеграм-канале я публиковал видео, где я рассказываю, как можно зарабатывать на видео любых аналитиков. Не обязательно моих. Соответственно, здесь ответка. Если пробой вниз или пробой вверх, вы можете заработать и там, и там. Теперь же очень важно. Почему я отвожу определенное количество часов и тем более неделю. Вот я говорю, что это неделя последняя. Конечно, может быть еще и понедельник они затронут, и вторник. Но вы скажете потом. Но ты же говорил неделя. Ты же говорил 10 июля. Да, в принципе, я мужчина. Я сказал, значит, я должен задержаться за свои слова. Увы, значит, так и есть. Я поставил ограничения для себя. Зачем-то? Почему ты себе сделал вот такой вот подпорку под дверь? Ну, увы. 10 июля я сказал, вот у меня шуточное дно. 10 июля. Понятное дело, что дно может произойти 11 и 12. Почему? И вот именно этот вопрос, почему? Не думайте обо мне абсолютно. Что я сказал июль 12, 10. Плевать. Главное, будет ли это или нет. Вот что должно вас интересовать. Так вот. Почему все-таки это последняя неделя, с моей точки зрения? Вот эти какие-то последние дни. Смотрите, пожалуйста. Берем сейчас то хаотический осциллятор относительной силы. Нужно понимать, что у него происходит движение сейчас вверх. Мы практически дошли до 100%. Расторговка может быть достаточно длительной, как было вот здесь. Вы видите, да? Долго волочились поверху. Либо мы можем камнем вниз полететь, как это было вот здесь. Полетели камнем вниз. Так вот, что важно. Если мы здесь уже почти дошли до сотни, спускаемся на мелкий таймфрейм. 4 часа. Мы точно так же находимся на сотне, на вершине. Мы еще можем подняться, да? То есть, совершить некое вот это локальное движение. Или у текущих дальше двигаться вниз. Но здесь еще тонкий момент, если я не ошибаюсь, за вчера есть информация, что вывели рекордное количество биткоинов с бирж. Вывели. С чем это связано, трудно сказать. Либо они начинают их уже холдить или холдить, да? Купили по хорошей цене, как кому угодно. Либо это не значит вообще ничего. Так вот, посмотрите. У нас, как что я говорю, последняя неделька. Неделя начинает постихонечку восстанавливаться, двигаться вверх. И вот именно в этой связи у медведей остается последний шанс. Последний. Совершить рывок хотя бы к 18-450. А может быть и вовсе 17-200. Как знать. Гневка у нас доходит до сотни. То есть, позже она должна будет перезагрузиться. Должна, но не обязана. Опять же, с недели поднимающаяся. Как феникс, она может получиться по верху и очень долго. Почему? Потому что аэросоюб-то у нас перепродан. У нас же макдишка идет снизу вверх. То есть, все начинает восстанавливаться. Подснижники восстают, как зомби. Вопросов нет. Тут же 4 часа у нас даже не находятся в зоне перекупленности. То есть, из перепроданности постепенно восстанавливается. Уже даже переплюнуло 50% линию. И, соответственно, он может дойти до Сеуда. Откатит назад. Еще больше потом сходить. Совершить некую дивергенцию. Тем не менее, возможностей для роста у битка сейчас очень и очень много. Поэтому времени у медведей мало. Для того, чтобы реализовать потенциал, обрушить камнем вниз. То, что у нас тахатик перезагрузился на дневки. И как раз таки вот у нас будут дни. То есть, и дневка совпадает, и четверка совпадает. Все. И если посмотреть на недельный макди, то вы здесь тоже увидите. Все у нас затухает. Затухающая гистограмма. И заворачиваясь. Сейчас происходит судьбоносная неделя. И следующая неделя уже, если происходит дальнейший выворот. Там закреп какой-то выше определенной зоны. То все постепенно выше-выше. И чем мы по свечной модели будем находиться здесь выше, тем выше у нас будет и больше и жирнее свеча. Еще тонкий момент. Мы говорили с вами, что мы с вами сформировали медвежий вымпел. Вновь. Соответственно, мы его фиксировали. Мы его пробили и вроде начали двигаться вниз. И я подчеркивал, что во второй медвежий цикл мы реализовали только Take Profit 1. А 2 вообще и близко не было. Точно так же говорил, что если и будет, то рассчитывайте только на Take Profit 1. Не более, не более. Но, к сожалению, та неделя не реализована. Эта неделя пока непонятна. И вот эта расторговка, вот эта муторная, скучная, неинтересная, заставляет нас задуматься, а что будет-то, собственно говоря. В итоге, если мы подойдем вот к этой линии и пробьем ее вверх, мы переходим в более сильный локальный бычий тренд. И мы получим восхождение до 0,5. То есть вполне можно будет реализовывать все же самые 24 тысячи. Откуда 24, собственно, вообще могут взяться? Включаем все PR-линии и видим, что вот наши три мощнейшие зоны сопротивления. Первая, которая уже пока 21,500. Вторая в районе 23,200. И третья у нас находится в районе, соответственно, 24,700. Но до хода туда у нас есть медианка, ограничивающая ее рост, который может стать, скажем, до 24. Вот ограничивающий фактор. Соответственно, вот вам и, пожалуйста, 0,5 по Fibonacci вполне реализуемо. После чего, допустим, совершить отскорки и дальше двигаться вниз. Может быть, вполне, но для этого нужно, чтобы неделя набралась сил. Только в этом случае, грубо говоря, спустя месяц мы тогда обнаружим дно, если не на этой неделе. И тут же вы помните, что мы с вами фиксировали. У нас была голова и плечи не так давно расторговка, после чего прорыв и движение вниз. Посмотрите на объемы. Точно так же здесь огромные объемы были сливные. Опять голова и плечи не реализованы по потенциалу. Расторговка вдоль линии шеи. Если мы с вами возьмем вот этот фрактал, якобы, который должен, может быть, повториться. Это, конечно же, не может такого быть. Но, тем не менее, берем фрактал, повторяем его. Вот, пожалуйста, выходит, что все один к одному. Да, вот расторговка через шею, доход, 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 движение вниз. Но на это требуется время 27 июля. Понимаете? При условии, что неделя уже воспряла. То есть нам еще нужно добавить 4 недели. То есть получается неделька совсем чуть-чуть по стахасиков одним заверху. И дальше камнем вниз? Да, может быть. Так как у нас мировой кризис. Однако нужно понимать, что это, скорее всего, в пользу бедных. У нас и месяц лежит на донышке. Он тоже хочет вставать. И, исходя из понедельничного видео, посмотрите, кто его не видел, уже видно по всем глобальным медикам, что биткоин уже готов потихонечку входить в зону аккумуляции, восстанавливаться, набираться сил, чтобы сожжить позже свой булран, скажем, в январе 2023 года. Поэтому у медведей мало времени. И, соответственно, вот это все они могут реализовать в ближайшее время. То есть через попытку реализации потенциала того же алмаза или того же треугольника, после чего пойти дальше вниз, реализовать свои потенциалы. А вот уже какие потенциалы? У нас есть ограничения по наклоночкам. Вплоть до 14500. И те же 14500, обратите внимание, наклонку нашу подтверждает и нисходящий глобальный канал, и, соответственно, S1 линия. Пожалуйста, подтверждение. То есть все один к одному. Если идет, то, пожалуйста, вы получаете цели. Если посмотреть на такой ресурс Kingfisher, ссылка в описании, то вы можете увидеть по карте ликвидации с четырех бирж, что накопилось огромное количество лонговых ликвидаций. Возможно, то, чего хотели киты, маркетмейкеры и все остальные серьезные дяди. Вот, пожалуйста, нас собирали просто неимоверная куча лонгистов ликвидаций. То есть, если мы пойдем влево, это все будет ликвидироваться. Если мы дойдем до 19000 ликвидации, мы сегодня обозначили 18400, предположим, да? То есть, Алмазик, пожалуйста, 18400, бери, ликвидирую. Но тут еще доход может быть и 17800. А что такое 17800? Это зона по Фибоначчи единица, 17600. Вот, пожалуйста, 17600, вот этот вот пробел. Идеально. То есть, почему бы и, собственно говоря, и нет? Однако, не все так просто. Могут и не дойти. Но это надо держать в голове и очень быть осторожным. Совершать короткосрочные спекулятивные сделки. Потому что засадят на ножи, сами того не заметят. И тут же, если посмотреть на биткоин-доминацию, то мы увидим. Естественно, она падает. Но мы находимся под десятой скользящей, в том числе и биткоин-доминацией. Если вдруг происходит прорыв через эту скользящую десятую ема, то, соответственно, биткоин-доминация начинает повышаться. Это говорит о том, что деньги начали поступать конкретно в биткоин. Он начал восстанавливаться. И именно это мы видим в последние дни. Переходим на дневку. Посмотрите, пожалуйста. Соответственно, раз, 3 июля, два, три. То есть, сейчас у нас пошла коррекция. И вопрос, как она пойдет. И если вдруг на дневке удастся по биткоин-доминации пересечь, пробить 200-е эксплуатационное хозяйство, закрепиться, пойти вверх. Все. Скорее всего, не останется вопросов о том, что действительно, то, что было в понедельник, наш глобальный индикатор и наш глобальный технический анализ показал, что идет восстановление. И вот это вот движение вниз, вот да, вот пока мы в этой чаше, все еще медленно. Но как только мы переходим сюда, то все происходит гораздо быстрее. Что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, их читаю и всем отвечаю. Это помогает алгоритме YouTube продвигать мои видео. В описании под видео есть две замечательные биржи. Байбит и Фемикс с самыми низкими из всех известных бирж комиссиями. Также можете выступать в мои социальные сети TikTok, Telegram, Twitter. Берегите себя и не забывайте про стоп-лоссы. Но стоп-лосс не должен ограничиваться ликвидацией, а хотя бы 5-10%. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok